Решил я взять для компуктера беспроводные полноразмерные наушники. Тем более сейчас на Алиэкспресс великая китайская распродажа. Чем черт не шутит, может найдется что-нибудь интересное за недорого. Нам нужны максимальные функции, максимально дешево. Полно разных наушников, но мой взор пал вот на эти вот гибридные уши. И имеем Ugreen Hi-Tune Max 5. Активное шумоподавление есть. Есть Hi-Res LDAC Bluetooth 5.0. Вид такой бодрый. 43 дБ шумоподавления. 40 мм динамик. И 120 мс. Короче задержка звука небольшая. Что в принципе годно, если мы будем играть в ПК игры. 90 часов работы без провода. И есть две расцветки. Одна типа слоновая кость, другая черная. Что-то выбор сложный. Ну что, надо брать две пары. Тем более цена-то сейчас на распродаже вообще адекватная. В итоге прислали мне китайцы вот такие две коробки. Тут, ну как понимаете, белые наушники, тут черные. И характеристики все видны на упаковке. Основные особенности. Hi-Res Audio, естественно. Беспроводная поддержка Hi-Res Audio. Есть даже по-русски пару строк. Кодек LDAC без потерь обеспечивает исключительный звук высокого разрешения. Сверх широкочастотный N для более захватывающего звучания. Быстрая зарядка за 5 минут обеспечивает 10 часов воспроизведения. И кодки поддерживают САЦ, СБЦ и LDAC. Первая буква L, а не я. Первым делом достал я белые наушники. И офигел. Цвет такой кремовый. Ну типа а-ля слоновая кость. Вот эти амбушюры смотришь, а они вообще какие-то бежевые. Внутри динамики прикрыты поролоном. И глубина нормальная. На уши давить не будет. Полноразмерная чаша. Ухо сюда полностью помещается. Хотя хрен знает у кого какие лопухи. Но мои лопухи сюда влезают отлично. В изголовье есть также мягкая вставка. И это добавляет плюс 100 к удобству ношения этих наушников на голове. Вращение динамиков традиционно на 180 градусов. И ободок открывается на дополнительные сантиметры. Но есть тут и защита. И вот помнится мне в нулевых годах, вот эта вот хрень на всех подобных наушниках переламывалась впервее всего. Теперь нет, не переломится. Сами чашечки также находятся на шарнирах. Эти шарниры вращаются на 180 градусов по горизонтали. И могут сгибаться по вертикали. Что позволяет нам сложить эти наушники и убрать их куда-нибудь в долгий ящик. Потому что убрать их еще куда-то не получится. В комплекте нет кейса для хранения этого устройства. Тем не менее, есть кабель типа AUX, зарядный кабель Type-C и инструкция, которая сделана здесь в виде простыни. И открывать я ее, конечно же, не буду. Но отмечу, что есть тут и русский язык. Для тех, кто запутается вот в этих трех механических кнопках. Сейчас многие скажут, что за фигня? Наушники современные? Давайте подавать сенсорные кнопки? Нет, друзья. Фишка таких наушников как раз в том, что у них должны быть механические кнопки. Ты, по-моему, перепутал. Все кнопочки расположены на правом наушнике. Так что тут есть и разъем по 3,5 джек. Села батарейка. Не хотите слушать беспроводные уши по беспроводу? Подключаем провод, и они становятся проводными. Поэтому-то эти наушники можно назвать гибридными. Не только потому, что здесь гибридное шумоподавление. Которое включается вот этой кнопкой с надписью ANG или ENG. Хрен его знает. На правой чаше есть еще дырка микрофона. Также дополнительный микрофон для шумоподавлений. Который повторяет таковой на левой чашке. Но тут еще присутствует разъем для зарядки. И еще один световой индикатор. Сборка отличная. Все это пластиковое, естественно. Чувствуется, что эти наушники стоят не очень-то дорого. Но при этом все выглядит солидно, современно и стильно. Это касательно белых наушников. А вот касательно черных, выглядят они вот так. Тут в принципе на вкус и цвет. Тут все то же самое, только обращаем внимание на внешность. Но надписью Green здесь более заметна, чем на светлых наушниках. После включения нас встречает... ...голосовое сопровождение. Все голосовые сопровождения тут, в общем-то, на английском языке, а женским голосом. Наушники сейчас включены. И ни один из вот этих светодиодов снизу не горит. Наушники подключились к смартфону. В статус баре я вижу заряд батареи. Если зайти в настройки Bluetooth, то видим LDAC кодек. И заряд батареи 30%. Тут я могу LDAC кодек отключить. Первая буква L. Да ладно! Тем самым увеличить автономную работу наушников. До тех коронных 90 часов, которые заявляет производитель. При этом нужно будет отключить и сами наушники. При этом нужно будет отключить шумоподавление и снизить громкость ниж 50%. Что могу сказать по звуку? Звук в этих наушниках нормальный. Шумоподавление охрененное. Его включаешь и словно ты оказываешься в вакууме. Но присутствует такой белый шум. Привычный для этой системы работы наушник. Музончик по всему частотному диапазону воспроизводится ровно. Подача сочетается с подавляющим большинством жанров. Электронный музончик, попса. Они тут работают нормально. Есть ощущение, что слегка бас завышен. Это неплохо. То есть музыкальное качество тут не претендует, конечно, на высоты аудиофильские. Но с учетом того, что уши стоят 3 косаря, играют они очень даже на уровень. Объем звуковой сцены и локализации инструментов серьезных нареканий не вызывает. Средний диапазон вполне разборчив. Высокие частоты также мягкие. Особенно в треках высокого разрешения и при использовании кодека L-TAC. Который называется на букву L. Да ладно! Заряжаются наушники за полтора часа. При работе с шумоподавлением они проработают где-то часов 50. Аккумулятор здесь встроен на 600 мАч. Субъективно, в принципе, наушники неплохие. Это недорогие универсальные наушники нового поколения. То есть они могут похвастаться отличной эргономикой, серьезной автономностью, хорошей сборкой, стильным дизайном. Естественно, хорошим шумоподавлением. И кодеком L-TAC. Не забываем про букву L. Да ты за... Из минусов. Нет кейса в комплекте. В принципе и все. Ссылки в описании оставлю. Можете пройти при цене сейчас на распродаже урвать. Ну а на сегодня все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комменты. Всего доброго вам. Спасибо за внимание и до скорых встреч.